Александра Лисина. Яга Игорыныч. Дракон в деле. Пролог. Ту-ду-ду-ду! Ту-ду! Я замерла, занеся ногу над краем кровати и держа в одной руке край одеяла. Кто это заявился на ночь глядя? Охотников, которых накануне подрал в лесу медведь, я благополучно вылечила и отпустила еще утром. Медведь, которого они обидели, ушел вскоре после обеда. Деревенских я сразу предупредила, чтобы больше к нему в берлогу не лезли, так кому еще я могла понадобиться? «Госпожа ведьма!» — прокричал снаружи чей-то молодой и на редкость звонкий голос. «Госпожа ведьма! Вам послание от Людовика XII Велеречивого!» Хм, помнится, король тридевятого королевства уже больше года не был способен произнести ни единого слова, так что Велеречивым его называли неоправданно. Впрочем, король есть король. Даже если я и наслала на него заклятие немоты, то это не повод его игнорировать. Отбросив в сторону одеяло, я накинула прямо на сорочку, расписанный цветами сарафан, перекинула через плечо длинную русую косу и босиком, прошлепав к двери, выглянула на улицу. «Ту-ду-ду! Ту-ду!» — снова протрубил в рог, восседающий на смирной лошаденке, разодетый в пух и прах, королевский глошатый. «Госпожа ядрига-лисовишна! Ты чего шумишь, Ирод?» — хмуро осведомилась я, выбравшись на крыльцо. Давно с лешим не встречался. Молодчик испуганно притих. Лошадка под ним беспокойно всхрапнула, а два малахольных рыцаря, вставших на пару со своими конями чуть поодаль, дружно втянули головы в плечи. «Охраннички! Тоже мне! У короля что? Никого поприличнее для сопровождения не нашлось!» «Простите, госпожа яга!» — с трудом вернул себе самообладание глошатой. «Но тут такое дело! В общем, в наших краях объявился опасный преступник, и его величество крайне обеспокоен симфактом, поэтому повелел оповестить всех жителей королевства, в том числе и вас, о возможной угрозе. Я заинтересованно наклонила голову. Ну, положим, владения Людовика XII не настолько велики, чтобы наводить панику. Всего один город и десяток сел вокруг, вот, собственно, и все королевство. За пару дней объехать можно, но раньше ко мне королевские посланники с такими глупостями не заворачивали. Выходит, что-то изменилось? «Что за преступник?» — осведомилась я, облокотившись на перила. «О, боротень!» — доверительно сообщил молодчик, мудро держась подальше от забора, и, не порываясь зайти, без приглашения. Кровожадный — жуть. На Медне целое стадо коров на части разотрал, так после него все поле кровищей залило. Недели раньше сожрал отору овец. Тоже, словно дикий зверь, обезумевший при виде добычи. А совсем недавно сразу трех девок, ну, того, этого. Что, и их тоже съел? Не поверила я. Да нет же, обольстил, зачаровал и коварнейшим образом обесчестил. Причем леди были знатных кровей и просто ехали домой. А он, негодяй этот, значится, прямо по пути их перехватил, охрану разогнал, а над девицами гнусно надругался. Вот. Вот. Причем глашатый произнес это с таким воодушевленным видом, словно хотел самому себе приписать столь невероятную заслугу. Не совсем поняла. Все-таки решила уточнить я. Так кого же вы все-таки ловите, убийцу или насильника? Обоих. Торжественно отозвался молодчик. О, так их все-таки двое? Один, госпожа ведьма. Девицы клянутся, что негодяй был один. То есть они его запомнили. А то ж. В сознании все трое были. Сами за ним пошли. Я снова удивилась. Если они сами пошли, то какой же он тогда насильник? Так ведь зачарованы они были, с жаром возразили мне. Где это видано, чтобы честная девица с первого же слова повелась на льстивые речи и легко уступила незнакомцу? А если девица не одна, а сразу трое, так что чары это были. Как есть чары, госпожа ведьма? Да, все-таки усомнилась я. И как же он выглядел, ваш разбойник? Плечи, во, руки, во, патлы длинные, глаза колдовским светом горят, улыбка проказливая, бесовская. А сам смазливый? Я хмыкнула. Если у него такая приметная внешность, так что же он ее не скрыл-то? Маску, к примеру, не надел. Или плащ с капюшоном. Да из чего вы вообще решили, что обольстил девицы, покрошил коров в капусту? Один и тот же человек. Глашатый всплеснул руками. Да к пастуху его опознал. Пришел поутру проверить стадо. А стада-то и нету. Только тот лиходей в стогу сена голый лежит. Дрых, подлец, и вуз себе не дул. Сам в крови. Земля вокруг истоптана так, будто там великаны порезвились. Рядом кости и обрывки шкур валяются. От коров, можно сказать, только рожки до ножки остались. А этот голозадый, когда пастух решил его связать, вдруг проснулся и так рыкнул, что мужик от испуга чуть имя свое не забыл и припустил домой, пока самого не сожрали. Описал злодея один в один, как те девицы. А мужики потом следы странные возле стога нашли. Отпечатки лап, причем огромные. Так что, оборотень это, госпожа ведьма, точно оборотень, мамой клянусь. Я тряхнула головой. Ладно, допустим. Но при чем тут я? Да тут такое дело, госпожа! Внезапно смутился парень. Девица-то писать жалобу в королевский исполнительный приказ. Наотрез отказались? Сказали, что злодея злодеям вроде как не считают. Поэтому официально преследовать его можно только за разорение крестьян. Королевский маг во всеуслышание заявил, что леди впрямь заколдованы. Вот только волшба ему неизвестная и очень сильная. Раз даже спустя несколько дней чары так и не спали. Потом выяснилось, что обесчищенных девиц-то у нас и в деревнях хватает. Причем все, как одна, на белобрысого нелюдя указали. Так что вы бы тоже побереглись, госпожа ведьма. Вдруг злодей и на вас однажды наткнется. Его величество крайне обеспокоен, поэтому призывает вас к осторожности и благоразумию, а также предлагает свою помощь и защиту. Я взглянула на встревоженного глашатая, потом на обоих нервно озирающихся рыцарей и едва не расхохоталась. Вот это защита! Двое чудиков в железе и со швабрами в руках? Ха-ха! Вот уж от кого не ждала внимания, так это от Людовика XII. Впрочем, король, как обычно, печется исключительно о себе. Потому что, кроме меня, ни моту с него снять никто не сможет. Мои-то чары не чита обычной волшбе. И за сто лет не рассеются, и за тысячу не рассосутся. Однако заботу я все-таки оценила. «Спасибо за предупреждение, господа», — со смешком сообщила я, когда паренек выжидательно на меня уставился. «Передайте его величеству, что я тронута. Но от охраны пока отказываюсь, а все возможные риски беру на себя. И не буду иметь претензий к его величеству, если все-таки встречу того оборотня». «Премного благодарны». С неимоверным облегчением выдохнул глашатый и даже умудрился, не вылезая из седла, почтительно поклониться. «Не смеем вас больше беспокоить, госпожа ведьма». «И вам с катертью дорожка», — кивнула я, знаком давая понять, что больше их не задерживаю. «Только не шумите на обратном пути. Леший, может, внимание и не обратит. А вот если лихо одноглазая разбудите, то домой точно в срок не вернетесь». Гости закивали и торопливо развернули коней, стараясь при этом поменьше брецать доспехами и сбруей. А я, дождавшись, пока они растворятся среди деревьев, присела на крылечко и рассеянно погладила выбравшегося из-за угла пушистого черного кота. «Что, Базилевс, и тебя эти болтуны разбудили?» «Мя!» — согласно мяукнул тот, забираясь ко мне на колени. Он уже давно у меня жил. Когда-то сам ко мне из лесу вышел. Молодой тогда еще был. Совсем слабый, неопытный. Ну, да я только обрадовалась. Вдвоем-то всяко веселее. И долгие вечера вместе коротать, и дела разные делать, да и просто душу отвести, если грусть тоска внезапно накатит. Какое-то время мы с Базилевсом просто сидели, привычно слушая пение сверчков с трикотанием невидимых кузнечиков. Ночь сегодня выдалась тихой и совершенно безветренной. Луна, правда, быстро спряталась за тучи, но спать, как назло, больше не хотелось. «А давай-ка мы с тобой погадаем», — предложила я, почесав сыто жмурящегося кота за ушком. Давно я этого не делала. Но уж больно время подходящее. Самое то для пророчеств. Шевельнув бровью, я выудила из воздуха белоснежное блюдечко, в котором, умудряясь не выливаться через край, плескалась вода из волшебного колодца. Слегка на него подула, затем повернула три раза вокруг оси, прошептала наговор и напряженно всмотрелась. Гадать на суженого я уже лет сто как не решалась. Все предыдущие попытки оказались неудачными, поэтому рисковать больше не хотелось. То ли суженый мой еще не родился, то ли наоборот, счастье свое я давно проморгала, поэтому блюдечко все время показывало одну темноту. И даже сейчас в нем отразилось лишь безлунное небо, в котором загадочно перемигивались первые звезды. Эх, ничего, в который раз разочарованно констатировала я. Мур заинтересованно потянулся к блюдцу базилевс. И то ли он случайно подтолкнул его лапой, то ли черный волосок упал и потревожил зачарованную воду. Но сегодня, впервые за много лет, вода в блюдце внезапно засветилась, словно на нее упал яркий солнечный луч. Мгновением позже я с изумлением увидела в ней стремительно падающую звезду. Потом услышала неясный гул, а когда вскинула голову, то обнаружила, что над моей избушкой с ревом пролетело нечто огромное и пышущее жаром, словно объятая пламенем гора. После чего это нечто также стремительно скрылось за деревьями и рухнуло там с таким грохотом, что подо мной крыльцо ходуном заходило. «Вот террас», ошеломленно проговорила я, когда светопреставление закончилось, а непонятный грохот стих. «Базилевс, ты кого мне сосватал?» Кот с независимым видом отвернулся, после чего ловко спрыгнул на доски и, не дожидаясь, пока я приду в себя, помчался смотреть, кого же предназначила мне судьба. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok